Приветствую всех кто смотрит мой канал. В сегодняшнем видео хотел бы вам показать новую модель проектора, которая недавно вышла на рынок. Это модель от компании TUNDIAL TD96W Android версия. Все что сейчас вы видите на своих экранах это стандартная комплектация этого проектора, то есть это сам проектор, упаковка от него. Если хотите более подробно про упаковку, смотрите распаковку. Силовой кабель питания для подключения в розетку, аудио-видео кабель 3.5 с одной стороны и 3 тюльпана с другой стороны, мама. Также пульт дистанционного управления, довольно большой пульт с цифровыми кнопками, что удобно например переключать IP телевидение, если будете смотреть. Дальше один предохранитель, инструкция для андроида на цветном английском языке. И инструкция для проектора, тоже на английском языке. Русского, к сожалению, нет. Передвижемся поближе. Также в комплекте, к сожалению, не было крышки для объектива, что можно сразу сказать минусом. Давайте подробно посмотрим, что этот проектор себя представляет в внешнем виде. Он весь сам по себе смотрится очень прикольно, очень круто вообще на самом деле. Но это все пластиковое. Была бы вот эта вот часть серая металла, было бы вообще хорошо сэридно смотрелось бы. Здесь указан логотип компании. Тундиал. Отверстий здесь никаких нет. Инстокрасный порт для пульта. Линза. Линза регулируется с этой стороны. То есть здесь фокус линзы. И здесь кейстон. Ручная регулировка трапеции. Плюс-минус 15 градусов. То есть именно вот здесь 15 градусов. Потому что в характеристиках это не указано. 15 градусов указано только для обычной версии TD96. Basic версии, так сказать, без андроида. Там только трапеция плюс-минус 15. Здесь же тоже плюс-минус 15. И также есть еще дополнительно в цифровых настройках еще можно регулировать плюс-минус 50 градусов вручную. И еще автотрапеция имеется в тоже настройках плюс-минус 40 градусов. Ну и также можно каждый угол отдельно регулировать. Довольно большие настройки с трапецией. И работают, кстати, очень неплохо. Дальше здесь еще имеется один динамик. Второй динамик еще тоже имеется с другой стороны. То есть с двух сторон такой получается стерео. Очень, кстати, неплохое стерео. Очень громкий чистый звук. Потом же в обзоре мы это все посмотрим. Также здесь еще отверстие для вентиляции. То есть здесь выдувает теплый воздух. Потому что здесь стоит радиатор, который охлаждает светодиод. На задней стороне смотрим несколько разъемов. Инфракрасный порт для пульта. Дальше VGA разъем. Это аналоговый видеоразъем. Два USB разъема. Два HDMI разъема. Это цифровые видеоразъемы. Разъем для наушников и разъем аудио-видео. Также есть LAN разъем для подключения интернет-кабля напрямую от провайдера. 100 мегабитный. Если у вас, к примеру, нет Wi-Fi, вы можете подключать интернет-кабель напрямую от провайдера. Это, кстати, лучше, потому что скорость здесь будет по максимуму. Wi-Fi здесь 2,4 Гц. То есть скорость немножко ограничена. Разъем под силовой кабель и кнопка включения-выключения. Также между ними здесь еще такая перегородка. Здесь можно вставлять, менять предохранитель, который есть в комплекте, тоже запасной. Здесь тоже больше ничего нет. На нижней части 4 вот таких ножки с резьбой для того, чтобы можно прикрутить этот проектор к кронштейну, примерно, на потолок повесить. Одна ножка с каким-то порлоновым таким покрытием. И еще одна ножка, которая регулируется высотам. То есть бок можно регулировать отдельно. Помимо того, что можно регулировать вообще высоту проектора на средней ножке. Здесь обозначается модель проектора как RD826. LED-лампа 170 Вт. Довольно яркая. И вот такая вот ножка, которая, жаль, жаль, что она не выстреливает. Она только сама падает. Когда, например, проектор находится в нижнем положении, вы нажимаете на кнопку и ножка сама выдвигается. Надеюсь, вам все нормально видно. То есть как вам удобно. Также на верхней части находятся несколько кнопок управления. То есть это кнопка ОК. Вниз-вверх, влево-вправо, меню, кнопка назад и включение-выключение. Также находятся еще светодиоды, которые показывают, когда включено, когда выключено. Больше здесь ничего нет. Поверхность глянцевая, белая. Отпечатки пальцев, может, и оставляют, но их даже не видно. Также пыль не видно на белой поверхности. Это меньше видно, чем на черной поверхности. Довольно симпатично все смотрится. Все, больше здесь по внешнему виду ничего нет. Что здесь еще есть по этому проектору, кратко пройдемся. Этот проектор бывает двух моделей. TD-96, обычная версия, и TD-96W, Android-версия. Помимо того, что они отличаются Android, в обычной версии нет расширенной настройки трапеции. Там только ручная настройка, плюс-минус 15 градусов и все. Это Full HD проектор с нативным разрешением 1902 на 1080 точек. А также с очень хорошим контрастом, который указан аж 4000 к 1. Ну, по крайней мере, в больше, чем большинство LED проекторов. Здесь заявлено аж 7000 люмен. Яркость здесь действительно неплохая. Не путайте с ANSI люменами, это просто люмены. Очень красивые цвета. Ну, в общем, давайте переключимся на экран, посмотрим, как он работает. И сами посмотрите, что он себе представляет. Переключаемся. Итак, как видите, проектор включается довольно быстро, как для Android проектора. Хочу сказать, что расстояние между проектором сейчас у меня находится 3 метра 40 сантиметров. А экран у меня получился 2 метра 30 сантиметров в ширину и высоту 1 метр 30 сантиметров. Кстати, камера у меня тоже находится возле самого проектора, то есть прям возле линзы, чуть-чуть ниже. И вам, скорее всего, слышно, как он гудит. То есть он непосредственно конкретно будет вам слышно. Потому что камера прям впритык в 2 сантиметрах от проектора. Давайте, наверное, начнем с функционала Android. Покажу, что в себя представляет этот Android. А потом уже более подробнее посмотрим по видео по тестам. Итак, главный рабочий стол состоит, как обычно, в тех же TV-боксах, к примеру. Что-то похожее, но не совсем. К примеру, у нас есть ярлычок большой. Это стандартный YouTube встроенный. Браузер. E-Share. То есть подключение беспроводов тоже. Потом Square. То есть это переключение между разъемами. Проводник. Браузер стандартный. И есть кнопочки добавить. То есть можно сюда добавить приложение, которое вы больше всего используете, чтобы не искать во всех приложениях. И можете сразу на рабочий стол вывести самое нужное приложение. Дальше, если, к примеру, нажать вправо, у нас еще есть несколько сразу приложений. Это еще не все приложения. Все приложения находятся вот здесь. Сейчас мы к ним перейдем. Также есть Play Market. Давайте, наверное, на все приложения посмотрим, что здесь изначально было. Изначально было предустановлено. Это стандартный YouTube встроенный. Потом Netflix был. Браузер был. Загрузки были. iMirror был. E-Share. Media Player был. Office Site был. И все. Все остальное уже доставлялось отдельно самостоятельно. К примеру, сейчас мы выйдем. К примеру, еще раз вправо нажать. Еще менюшка настроек, получается, она встречает. Меню настроек я ожидал бы чуть больше. Но, в принципе, здесь тоже довольно много есть. Сейчас потом покажу, что не хватает. Настройки Wi-Fi. То есть здесь можно настраивать, как и Wi-Fi. Ну, подключать 2,4 Гц. 5 Гц Wi-Fi здесь не поддерживается, к сожалению. Но 2,4 только поддержка. Проводная настройка. То есть, если у вас, к примеру, нет Wi-Fi, вы подключаетесь к кабелям напрямую от провайдера. И здесь можно настраивать тоже это все. Интернет по кабелю. Прокси-сервер. Дальше. Хостпот. Сейчас включу, покажу, как выглядит. Выключим обратно, пока не нужно нам. Все, здесь все по настройкам в сети. Есть также Bluetooth. Отсюда же можно подключать, к примеру, геймпад. Можно подключать, если вы, к примеру, игрушку играете какую-то. И там беспроводные колонки, беспроводные наушники. В общем, разные устройства по Bluetooth тоже можно подключать. Так что тоже довольно удобно. Ладно, выйдем. Потом заявка. Здесь такой корявый перевод китайский. Так что извиняйте, потому что, как видите, пишет неправильно. Это то, что должно было писать приложение. То есть, здесь можно настраивать приложение, как чистить кэш, удалять приложение, как обычно в тех же смартфонах, планшетах, TV-боксах. Дальше. Настройки языка. Языков здесь довольно много. Сейчас покажу, какие языки имеются. Все. По языкам здесь все больше нет. Но русский имеется. Это очень хорошо. Потом клавиатура. Нет отвода. Это стандартно. Конфигурация InMode. Ну вот как-то так. Я думаю, надеюсь, вам видно. Потому что, не знаю, мелкий шрифт. В реальности все нормально видно. Как на камеру будет, я даже не знаю. Дальше выходим. Настройки даты и времени. Ну, опять же, это стандартно. В зависимости, какой стране вы живете, настраиваете свою дату и время. Сейчас мы до тех настроек подойдем еще. Image Settings. Гироскоп, горизонт. Не совсем понятно, что это имелось в виду. Здесь, когда включаете его, пишет гироскоп, горизонт. Пожалуйста, оставьте проектор на уровне платформы. Он может завершить коррекцию при нажатии кнопки ОК. Ну, хорошо. Нажали. Дальше что-то произошло, не произошло, непонятно. Не знаю, что за функция. Это, может, кто знает, напишите в комментариях. Режим монтажа. Ну, это фронтальная, то есть переворот экрана. В зависимости, где находится проектор, то ли на потолке на кронштейне, к примеру, можете переворачивать как угодно. Такая же кнопка имеется на самом пульту. Потом фронт или же боковая сторона. Сейчас давайте по фронту начнем сначала. Auto Kingston. Настройка Auto Kingston. Вот это ручная настройка. А на это автоматическая настройка. То есть, если вы нажали на на, она автоматически будет поворачивать. То есть, где-то повернули проектор, и настройка Kingston автоматически настраивается самостоятельно. Не всегда это корректно, но она есть и более-менее работает. Выберем обратно. Потом ручной замковый камень. Как видите, перевод здесь просто шикарный. Это вообще ручной замковый камень. То есть, это настройка Kingston вручную. Вы можете вручную 50 в одну сторону и 50 в другую сторону. Настраивать самостоятельно. Цифровая настройка. Кстати, сейчас еще сразу проверим, как регулируется ручная настройка. Вот я сейчас буду крутить. И он сильно размывает, как видите. То есть, я вот настроил, сколько нужно. И вот таким образом. То есть, есть ручная настройка, что очень хорошо, Kingston. И есть цифровая настройка. Дальше. Цифровое увеличение. То есть, это зум цифровой. Его можно тоже настраивать, уменьшать. К примеру, у вас проектор висит где-то на кронштейне, на потолке, к примеру. И вы не хотите пересветливать его ближе, потому что картинка очень широкая, получается, в экран не вылезает. То можно настроить самостоятельно, подтянуть под экран вручную. Выходим. Потом обновление системы. Здесь можно обновить прошивку по воздуху. Если такая будет доступна, пока что это последняя версия. Жду новых обновлений. Также можно обновить прошивку, если у вас будет где-то уже закачанная прошивка. К примеру, на флешку. Ставите флешку. И с этого места перепрошиваете проектор. Третья функция. Это просто восстановить все до заводских настроек, как обычно. Только здесь написано почему-то фабрика. Восстановить фабрику. Непонятно. Трудности перевода, как видите. Дальше. Другие настройки. Другие настройки. Это источник сигнала. В зависимости от чего вы подключаетесь. Режим ожидания. Ожидание непосредственный. Потом запустите приложение после запуска. То есть, когда Android включается, проектор включается, и его можно настроить, чтобы он запускался сразу с какого-то приложения. Вот как пишет, как видите. Гранатомет. Это хорявый перевод. Гранатомет. Это просто рабочий стол. То есть, просто включается на обычный рабочий стол, как в том же TV-боксе, к примеру. Или же с какого-то приложения, чтобы оно запускалось. Дальше. Около. То есть, это то же самое, что о телефоне, о планшете, об устройстве. Только здесь почему-то перевод Около написано. Хорявый перевод. Версия системы. То есть, прошивка здесь, как видите, версия 1.0.0.2. Прошивка от 3.01.2020 года. То есть, от 1.03.2020 года. Android здесь версии 6.0. Оперативной памяти здесь 1 гигабайт. Также встроенной памяти 8 гигабайт. Все. По настройкам здесь как бы все. Вернемся, к примеру, на главный рабочий стол. Здесь, к примеру, тоже вот эта функция, чтобы выбирать разъемы, через какие подключенные, к примеру, к компьютеру или к ноутбуку подключаетесь, выбираете HDMI или VGA. И так дальше. К примеру, заметил, что на этом Android довольно сыроватая прошивка. Ну, то есть, вообще, Android это довольно сыроватый. К примеру, давайте покажу. Вот, допустим, тот же Play Market. Play Market выглядит вот таким образом. То есть, такой, как в TV-боксе. Android TV. Ну, довольно удобный. То есть, можно что-то скачать, что-то пользоваться даже. В принципе, нормально работает, кроме, к примеру, вот, когда вы хотите выбрать через поиск, выбираем верхнюю кнопочку поиска, да, и у вас начинает, произошла ошибка. То есть, вас выкидывает. Поиск не работает почему-то. То есть, через поиск вы ничего не найдете. Придется искать вот так, вот таким образом самостоятельно, вручную. Что минусом могу сказать сразу. Ну, это минус прошивки. Также, к примеру, могу включить YouTube встроенный. Вот, YouTube смотрится таким же образом, как в тем же планшетах, в тех же Android TV. Ну, в общем, стандартно. Выбираем, к примеру, поиск. Здесь есть кнопка голосового поиска, но она не работает. Она здесь есть, но просто не работает. К примеру, выберем вручную все это. Вот, к примеру, видео 4К. Мы выбираем, ну, пусть будет видео вот такое вот. Стандартное видео. Запустилось видео, к примеру. Давайте сразу посмотрим, какое качество его включилось. Качество, видим, Full HD запустилось. Вот так, давайте. Оно работает нормально, в принципе. А когда включаете 4К конкретно, вот, и появляется вот такая вот ошибка. Именно когда на 4К нажимаете, сразу появляется вот такая ошибка, и уже не запускается. То есть, уже даже пытаетесь любое переключить обратно, и оно уже все время покажет ошибку. Нужно выйти из YouTube, заново зайти в YouTube, и тогда только уже эта ошибка пропадет, и можете переключить на другое разрешение. Поэтому, то есть, 4К здесь не работает в этом YouTube. Это недостаток. Недостаток, скорее всего, прошивки. Я думаю, просто, когда, может, допилят эту прошивку, то будет, может, и заработает. Пока она не работает. Вот видео 4К и слешки работает. Потом мы покажем это все. Дальше, что здесь еще есть? ESHR. Ну, это все под контролем. Как видите, можно подключать устройство. Ну, то есть, управлять смартфоном, как пультом. Потом, из того, что здесь еще есть, из того, что здесь еще есть, давайте во все приложения зайдем. Браузер. Браузер стандартный. Можно что-то искать. Обычным образом. То есть, вот так вот выбираете, и что-то ищите, в общем. Браузер, в принципе, рабочий. Потом, Netflix. Netflix здесь черный. К сожалению, у меня нет аккаунта. Я не могу показать, как он работает, потому что у меня нет аккаунта, в общем. Так что, извиняйте. Но черный Netflix здесь есть. Потом, есть вот такое приложение Office Site. Удобно для тех, кто, к примеру, делает какие-то презентации. Что тоже довольно необычно. Здесь можно выбирать какие-то документы, шаблоны документов. Ну, понятно, я думаю, разберетесь. Как Office. Еще, к примеру, пытался поставить еще такое приложение, как KinoTrend, но оно почему-то не идет здесь. Не знаю, почему. Также есть такое приложение, как iMirror. То есть, это можно подключать тот же смартфон, планшет или там ноутбук. К примеру, без проводов по Wi-Fi. И все, что, к примеру, будет происходить на экране вашего планшета, там ноутбука или смартфона, то и будет происходить на экране вашего проектора в реальном времени. Дальше. К примеру, зайдем IPTV. То есть, можно смотреть различные IP-телевидения. К примеру, выберем какой-нибудь канал. Пусть будет фильмовый какой-то канал. Сейчас мы найдем какой-нибудь канальчик. Выбираем свои плейлисты. Ставьте свои плейлисты. К примеру, пусть будет кино Ultra HD. Вот здесь что-то идет, какой-то фильм. Понятно. Дальше. что здесь еще, к примеру. Кино Premium HD пусть будет. Ну, в общем, как вы поняли, можно смотреть различные каналы через проектор тоже, как телевизор практически. Что тоже довольно удобно. Ставите свои плейлисты, приложение, через которое можно смотреть эти плейлисты, и все. И, к примеру, давайте еще включим HD Video Box. я тоже так поставил для того, чтобы показать, как работают онлайн различные приложения. Одно из самых популярных, можно сказать, самое популярное. Здесь огромное количество различного медиа-контента, как сериалов, мультфильмов, фильмов или передач, как видите. Ну, в общем, сами видите, анимешки. Все это можно смотреть. К примеру, выберем какой-нибудь фильм. Ну, пускай будет в Трансформере. Так, звук, надеюсь, уберу. Я вообще надеюсь, что меня не заблокирует YouTube из-за авторских прав, потому что такие фильмы обычно идут с авторскими крылами. Ну, пусть будет. Выбираем видео вкладку, пусть будет здесь огромное количество разных источников, где можно воспроизводить этот фильм. Пусть будет максимально вот этот первый. выберем его через VLC, пусть будет. И фильм запускается. Давайте его сразу промотаем. в общем, я думаю, вам понятно. Работает без проблем, в хорошем качестве, кстати, сразу же. Вот. Фильмы и сериалы смотреть можно даже не подключаясь к компьютеру, без флешки, то есть просто с Android, просто ставите какое-то нужное приложение вам и смотрите. Вот так же можно через торрент включать. Здесь тоже торрент-источники этого же фильма, к примеру, разного размера, огромное количество торрентов одного и того же фильма, как видите. Или там же сразу группы фильмов, то есть три части сразу, или там сколько частей этого фильма. Ладно, выходим. Ну и так же из интересного могу сказать, что здесь еще, например, в проводнике, в стандартном проводнике, который вшитый здесь, здесь можно зайти во флешку, в которой вы, например, здесь память вашего устройства на Android, а здесь уже флешка, то есть то, что у вас установлено на флешке. Но так же здесь есть еще Network Samba, то есть здесь есть поддержка Samba сервера, что очень хорошо. Можно связать компьютер с проектором без проводов, то есть папки, и перекидываться между ними папками, то есть тому подобное, что тоже довольно удобно. Посмотрим, что показывает тест AIDA64. К примеру, показывает тест тип устройства ТВ, модель Nevlink, бренд M-Star получается, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт стройной памяти, из них 4 с лишним получается свободной, потому что остальная память идет в операционную систему Android. Дальше. По центральному процессору 4 ядра, Cortex-A53, разогнан до 1700 МГц, что очень неплохо, хорошая частота, 64-битный. Дальше. Отображение, то есть графика у нас, разрешение экрана Android 1280x720, OpenL 2.0, видеокарта Mali 400, то есть для работы достаточно. По сети здесь только 2.4 ГГц, Android, Android версия 6.0 показано, root доступа к сложилению здесь нет, температура, температура здесь нет датчиков, по кодекам посмотрим, у кодеков здесь довольно много, я так промотаю как аудиокодеки, так и видеокодеки, в зависимости, что вам нужно. Довольно неплохая поддержка имеется, как видите, даже DTS есть поддержка, также посмотрим тест Wi-Fi, что покажет этот тест, сейчас запущу, как видите, Wi-Fi здесь очень неплохой, то есть для 2.4 ГГц здесь отличный Wi-Fi, можно сказать, при моей скорости до 100 Мбит в секунду интернета, конечно, здесь 5 Гц, можно показывать бы 100 Мбит, но так как здесь 2.4, так что здесь скорость отличная, можно сказать, для 2.4, это хорошая скорость, с Wi-Fi здесь проблем вообще никаких нет. ну и давайте еще включу видео из флешки, я запустил ролик с AC3 звуком, я на нем проверяю, есть ли здесь AC3 звук, потому что он записан конкретно с этим кодеком, вот сейчас, к примеру, здесь звук AC3 очень громко, кстати, работает, все хорошо работает, даже из флешки, потому что некоторые проекторы из флешки AC3 даже не читают с Android-версии, цвета здесь очень правильные, то есть красный здесь красный, а не малиновый там или розовый, как в некоторых проекторах показывают, здесь все довольно правильные цвета выбраны, контрастность очень красивая, по поводу черного, как видите, здесь черный очень глубокий, не знаю, как вам, в принципе, на камеру видно, может чуть-чуть будет даже засвечено, но в реальности он практически сливается с фоном экрана, то есть его практически не видно, то есть он настолько черный, что глубина черного сливается с фоном, Белый цвет здесь тоже очень хороший, потом посмотрите. Белый цвет здесь тоже очень хороший, потом посмотрите. Белый цвет очень яркий, реально белый цвет хороший, реально белый, по цветам вроде сами все видели, давайте перейдем к следующему видео, посмотрим на другие тесты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте буду, наверное, проматывать его немножко. Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу звука, давайте я сейчас включу звук, посмотрим как работают динамики этого проектора, то есть звук здесь просто отличный, давайте я просто включу, сами посмотрите. Продолжение следует... 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 Звук реально очень громкий Но реально очень прямо ш кричит Здесь высокие и средние частоты имеются Достаточно неплохие Басов чуть-чуть, как по мне, недостаточно Хотелось бы больше Но если на максимум делать такие вот песни Где бас именно используется хорошо То немножко дребезжит Вы слышите, наверное, при максимуме Чуть-чуть дребезжание какое-то имелось Но чуть-чуть поменьше поставить, где-то 70% Можно даже чуть меньше И громкость, дребезжание точнее пропадает Ну, по крайней мере, слушать вполне можно нормально И также давайте посмотрим на тест фото Я здесь в флешке запускаю тестовые файлы По которым можно посмотреть Насколько все четко показывает Как видите, текст здесь отлично читается То есть вообще четко все видно Full HD черный и белый Отличный контраст Только что-то оно само не переключается Давайте вручную будем переключать фото Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Надеюсь, вам все хорошо видно По четкости Потому что у меня, например, в реальности Очень хорошо все видно Могу сказать, что здесь четкость просто отличная К примеру, здесь восьмой текст отлично читается Даже сдалека Шестой текст тоже читается Но если подойти чуть ближе Ну, в принципе, с расстояния трех метров я еще вижу Более-менее Но это, опять же, зависит от зрения разных людей Но четко здесь текста очень хорошая Черный и белый Прям молоко и ночь Хороший контраст Ну, дальше уже пошел повтор Я надеюсь, вы увидели все без всяких размытий и засветов Потому что в реальности Реально очень хорошо все смотрится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще хотел показать, как работает этот фрактор при включенном свете Сейчас я буду постепенно включать свет у себя в комнате Потом еще открою шторку То есть запущу еще дневной свет И посмотрим, как работает еще при включенном свете полностью Яркость какая у этого проектора Итак, включил я одну лампочку на люстре сверху Включил я полностью всю люстру Включил полностью весь свет, который у меня есть в комнате Освещение Сейчас еще открою шторку, посмотрим еще при включенном свете Шторку тоже открыл, сейчас как раз солнечная хорошая погода Давайте я покажу Вот так у меня все видно Как видите, солнце на улице И при этом еще изображение имеется, кстати, проектор Вот он работает Потому что некоторые не доверяют И еще один момент, который я хотел бы отметить Например, когда я вам показывал настройки Там, как видели, не было настроек картинки То есть, как обычно, в проекторах можно восстанавливать Например, настройка цвета, к примеру Этого, к сожалению, нет в проекторе Хотя есть кнопочка на пульту, обозначающая это Кнопка M называется В меню Android, когда ее нажимаешь Она отображает меню приложения, которое вы воспроизвели Или через которое вы воспроизвели видео Или фото А когда вы уже подключаете его к компьютеру Эта кнопка сразу работает К примеру, я вот нажимаю кнопку M на пульту И появляется менюшка, которая должна была быть еще в Android Почему-то его там нет Она только появляется, только вот когда я подключил к компьютеру Здесь не все подсвеченные функции К примеру, те, что подсвечены, их можно выбирать То, что 16 на 9, это понятно Здесь тоже нажимаем кнопку ОК И можно выбрать Софт Пользовательские Стандартно Ну давайте пользовательские То есть можно выбрать контраст Контраст по-своему Пусть будет все по умолчанию Здесь все нормально С цветом Только вот менюшка не переведена, к сожалению Дальше Настройки звука Тоже можно Стандарт Музыка Movie Спорт И пользовательские Баланс Стандартно И эквалайзер тоже можно настроить Ну и все получается Как видите, здесь три вроде вкладки сверху Точечками указано Но третья почему-то здесь ее нет Она сразу перескакивает на первые Давайте все по умолчанию выберем на стандарт И все То есть, как вы поняли Можно настраивать все-таки Эти функции Цвета, контраста и тому подобное Только на компьютере, к примеру Итак, давайте подводить итоги У этого проектора очень много различных преимуществ Но также есть свои недостатки К примеру, из недостатков могу отметить Ну самое первое, это то, что здесь нет крышки на линзу Это сразу можно было назвать минусом Также из главных недостатков Это его прошивка То есть, прошивка довольно сыроватая Как вы видели, есть какие-то глюки 4К в YouTube не работает В различных онлайн приложениях В принципе, включается Но рассыпается картинка Это в больших размерах За 50 гигабайт А вот в Full HD без проблем работает нормально Не совсем удобные настройки И нет рук прав То есть, это опять же проблема с недоработкой прошивки То же самое 4К Если онлайн 4К не тянет То через флешку работает без проблем Сколько я помню других Один LCD проекторов Там у них вообще 4К даже не видела на флешке То есть, там просто сразу показывало крестиком файл Потому что он сразу не воспроизводился Здесь это все воспроизводится И нормально даже работает Довольно широкие настройки трапеции Отличные цвета Здесь сразу хорошие цвета изначально стояли тоже Хорошая контрастность Очень неплохая четкость И довольно высокая яркость По сути, все недостатки касаются именно сырой прошивки Я думаю, этот магазин еще не раз будет выпускать обновление прошивки И думаю, устранит эти проблемы Я не раз покупаю различные такие подобные проекторы И этот магазин как минимум 2 прошивки на каждый проектор выпускает После начальной прошивки Так что будем еще ждать обновлений прошивки Несмотря на недостатки, мне этот проектор очень даже зашел Мне понравились реалистичные цвета, контрастность и яркость В игрушки на этом проекторе тоже можно играть Здесь минимальный input lag, то есть практически его нет То есть игрушки можно играть спокойно Время от времени играем с сыном на 2 геймпада Mortal Kombat И никаких проблем нет Цена у него очень даже конкурентная Актуальную цену можно узнать по ссылке под видео Ссылочку, где я его покупал, я оставлю под видео Сами посмотрите актуальную цену Это, наверное, можно сказать такое продолжение Улучшение модели T26K Которая очень популярная была в свое время Сейчас, к сожалению, она перестала выпускаться Как по мне, эта модель даже лучше Надеюсь, это видео было кому-то полезным На этом тогда будем прощаться До скорых встреч Подписывайтесь, как обычно Ставьте пальцы вверх Пока Пока